Практическая психология Практическая психология Да, я, наверное, скажу свое какое-то видение Для меня предназначение это не столько деятельность какая-то, как мы привыкли это видеть А для меня предназначение это ощущение себя То есть когда наша работа или наше дело, оно нам ничего не должно Оно не должно приносить нам радость, оно не должно приносить нам счастье Потому что мы должны понимать, что когда мы выполняем какую-то работу Даже если она наша самая-самая любимая Там есть моменты, которые нам не нравятся То есть, например, вот возьму себя Я обожаю свое дело, профориентацию, помогать другим находить этот путь Но есть моменты, которые мне не нравятся Например, ведение бухгалтерии, какие-то экономические свои задачи Но вот когда ты находишь вот это ощущение счастья в своем деле Вот как раз вот эти все неприятные моменты Они тебя только вверх толкают И ты с помощью них учишься, какую-то сноровку добавляешь Какие-то навыки новые в себе развиваешь И тебе это в радость И вот для меня это именно ощущение Потому что деятельность может быть разная В том предназначении, которое мы выбрали Но вот это ощущение счастья от результатов своей работы Иногда не самых любимых действий, я имею в виду Вот это для меня предназначение Для меня вот это сейчас открытие Потому что я вот это состояние предназначения для себя Выбрала совсем другое Мне кажется, что как раз предназначение Это когда я понимаю изо дня в день Что я занимаюсь именно тем И реализуюсь именно в том направлении Которое меня зажигает В котором мне классно От которого у меня еще сильнее расправляются крылья Потому что, ну опять-таки, да Я знаю, что такое быть на нелюбимой работе Я знаю, что такое просыпаться утром И понимать, что нет, нет Вот туда я точно не хочу И вот этого я точно не буду делать И мне кажется, что вот сейчас, наверное, слушая нас Очень многие скажут, да, я тоже был в таком определенном периоде жизни И, конечно, мы каждый, да, некоторые с детства Уже есть Вот я, например, встречала таких ребят, которым там 5 лет И они уже четко говорят, что я буду заниматься музыкой Только музыкой И больше мне ничего другого не предлагайте Но вот все, что связано с музыкой Дайте мне это И мы, как взрослые, понимаем, что да, ребенок чувствует Что это то, что его будет увлекать И то, что будет частью его огромной жизни Угу Я, счастье, вот это как раз я говорю, что это ощущение, да И имеется в виду о том, что не должна приносить радость Это я про то, что иногда бывают моменты, когда нам на любимой работе что-то не нравится Так вот, когда мы находим это предназначение Мы даже в этих нелюбимых моментах, ну, видим рост какой-то Ага А когда мы действительно не на своем месте Я тоже была в таких ситуациях, когда в воскресенье Ты сидишь дома, и тебе в воскресенье не в радость Потому что ты знаешь, что завтра понедельник И тебе нужно идти туда, куда идти совершенно не хочется Угу Вот это бывают иногда вынужденные ситуации, да А иногда бывает, что человек ведь вот в этом состоянии находится всю жизнь Потому что не берет себе смелости, да Открыть себя, узнать себя и найти вот это самое предназначение Да, согласна Какие есть такие реальные шаги, которые, в общем-то, доступны, наверное, очень многим, да Практически всем, если он поставил себе Если человек поставил перед собой задачу найти свое предназначение Да, вот я всегда говорю всем И на консультации у себя, и вообще, в принципе Что нужно начинать, во-первых, с самого себя Во-первых, дать время себе побыть в тишине, в спокойствии Поотвечать вот на эти вопросы Иногда риторические, да Философские Философские Но без этого просто никак То есть без анализа себя Нам не пройти дальше То есть мы можем сразу начать там с детства Можем еще откуда-то Но эффективнее будет То есть сесть в тишине и спокойствии Это бывает, ну, очень редко И сложно иногда даже себя усадить Да, вот многие прям не могут сделать этот шаг А он для меня кажется мне самым логичным и первым И позадавать себе вопросы Кто я? Ради чего я вообще родился на этот свет? Что мне нравится? Что я хочу получать от работы? Как я хочу, чтобы она выглядела? То есть вот некие такие фундаментальные вопросы Если мы про предназначение, да, говорим Позадавать себе И честно поотвечать на них? Честно, честно ответить Потому что очень часто бывает, что мы подвержены Либо, вот, например, мы если возьмем подростков, да То родителям Ну, кстати, и взрослые некоторые до сих пор хотят, да, что-то доказать Да, или же вот какими-то установками, да Которые там где-то они словили, да Где-то они, ну, как бы себе присвоили И думают, что это их установка На самом деле, да, это не так Вот кто-то мыслит шаблонами Что сейчас, вот, например, ну, круто IT, к примеру, да И, например, человек такой Ну, всё, я точно пойду в IT А он всю жизнь любил танцевать Не знаю, там, петь И он сидит и думает Ну, нет, на этом точно денег не заработать, да И, соответственно, отметает этот вариант Хотя, возможно, это он есть, его путь Просто нужно придумать способ монетизации этого таланта, да И вот тут мне очень нравится фильм Старый фильм Билли Эллиот, может быть, слышали, нет Про мальчика, который хотел стать балеруном А его родители всё время отправляли в бокс, чтобы он ходил И он там за закрытой дверью танцевал Но суть в том, что он всё равно свой талант из себя вынес И он там в конце фильме, он выступает на сцене Лебединое озеро танцует У него папа с братом там сидят в зале Вот, это как раз-таки об этом То есть не нужно зарывать свой талант В каждом он из нас есть Просто нужно честно ответить себе на эти вопросы И в то же время простроить границы с теми значимыми людьми Да Которые говорят, нет-нет, ты точно должен быть боксёром Но точно не балероном Да, да, да И вот это тоже огромная смелость Сказать людям, которым кажется, что они знают лучше тебя Да, сто процентов А вот дальше начинает происходить магия То есть когда... Ну, так-то психология Да, я бы так сказала Да, 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 ну это я так, знаете, навеять магического В кавычках, естественно, конечно же Это, знаете, как все, наверное, замечали, да, про красную машину Что когда мы хотим красную машину, мы выходим на улицу Нам везде они кажутся, да Точно Или там, когда женщина хочет забеременеть, например, да Везде беременная женщина или с ребёнком Просто так работает вселенная, наша психика, наше сознание Что когда нам что-то нужно, вселенная начинает... Фокус начинает, да Да, он просто начинает устремляться и всё То есть вот для меня это самый первый шаг, с которого стоит начинать То есть когда ты понимаешь, чего на самом деле ты хочешь Да И это желание ты искренне себе разрешаешь Отлично вообще сказано Да, то тогда все ветра становятся тебе попутными, да И тебе помогает даже сам мир Да, сто процентов так и есть Вот и в моей практике было точно так же И в практике многих клиентов и просто моих друзей было именно так Но есть ещё инструменты такие, как упражнения, да Например, можно устроить себе такой челлендж Либо там раз в неделю, либо, например, устроить там себе дней 12, например, из жизни, да Каждый день пробовать что-то для себя новое, то есть интересное, да Если, например, просто бывают такие случаи, когда человек, ну вот действительно не знает, чем, что ему нравится Потому что очень часто это, опять же, идёт из детства Когда за нас всё время решали, да, ты пойдёшь в танцы или там на рисование Ты точно пойдёшь сюда поступать И вот человек такой уже достаточно взрослый И он не знает, как ответить на вопрос, что мне нравится Здесь тогда пробуем Прям пробуем для себя, как игру Как хотите, это завуалируйте, чтобы вам было, да, интересно То есть сегодня пою, завтра считаю, послезавтра общаюсь с людьми Именно вот такая проверка боем Я вот это так называю, когда ты идёшь и пробуешь И вот тут тоже можно найти для себя очень интересные ответы Но это просто нужно попробовать Потому что мы можем думать, что нам, например, рисование не нравится А мы пошли там какое-нибудь, не знаю, правополушарное рисование Сейчас, да, я знаю, есть такое И хоп, тебя это зацепило И ты получила от этого удовольствие Да, это же не обязательно будет твоя профессия, да, или предназначение твоё Но порисовав там, походив месяц на это рисование Тебе, может быть, придут какие-то ответы о твоём пути То есть так тоже может быть Поэтому вот пробовать То есть мне кажется, даже в любом случае, да, чем больше ты что-то пробуешь, открываешь для себя Тем больше ты узнаёшь самого себя А это прямо самая важная встреча в жизни Да, самим собой настоящим, это точно Поэтому вот такой, да, например, шаг Ещё мне нравится такой момент Можно начертить схему некую Там в виде, например, дерева какого-нибудь, да Где наверху на самом будут моменты, которые тебе очень нравятся выполнять Ну, деятельность какая-то, например, там, не знаю, общаться с людьми, да Выстраивать вокруг себя людей, помогать людям Ну, то есть то, что вас заряжает В центре, да, где, например, вот будет ствол Мы пишем то, что мы, в принципе, нам тоже нравится Но это где-то вот и не наверху, и не внизу, да То есть что-то среднее То есть я, может быть, это умею делать, поэтому у меня хорошо получается Ну, например, не сильно кайфую, да, от этого дела А в основании лежат именно те задачи, которые высасывают из тебя всю энергию Которую ты делаешь без удовольствия И вот чем эта схема интересна Она тоже, её сразу же начертить не получится, если ты себя, опять же, не анализировал А обычно это упражнение даётся людям, которые не анализировали, да, себя Ну, или плохо ещё в этом разбираются И вот чтобы начертить эту схему, опять же, нужно подключать наблюдение за собой То есть я действительно, что я делаю на работе, что меня прямо вот высасывает из меня все соки И вот записываем И потом, проанализировав эту схему, тоже можно многие открытия для себя сделать То есть действительно, нужно мне это, или мне, может быть, стоит как-то переформироваться Или куда-то деть эти навыки, которые вверху получились Потому что очень часто бывает такое, почему-то, к сожалению Что то, что наверху, человек вообще в течение деятельности своей, там, в течение времени на работе Вообще не использует То есть он, например, любит общаться с людьми, а он там... Бухгалтер Бухгалтер И вот он сидит и такой думает... Да, как? Где мы, люди? Да, да, да И это вот часто очень бывает, когда профессия была выбрана, например, по рекомендации родителей Да, сто процентов Я вижу, как у сестры здорово это получается, и я пошёл, например, по её стопам И хорошо, если вы возьмёте себе право, опять-таки, в какой-то определённый жизненный период Осознать это, понять и поменять что-то в своей жизни Потому что так-то мы с вами видим огромное поколение людей Которые, получив одну профессию, оказавшись она нелюбимой Прожили всю свою жизнь в этой нелюбимой профессии Ушли в психосоматику Да, ну мы же встречаем это в практике Да, это так и существует Насчёт психосоматики прям полностью согласна Потому что, когда мы вообще делаем что-то нелюбимое А почему вот предназначение так важно? Потому что, ну, на работе мы проводим Если я скажу, что 80% времени, я точно не ошибусь Не ошибусь, да И когда это изо дня в день, из года в год, конечно, это очень тяжело Вот, и, наверное, последнее, что ещё вот такое скажу По поводу шагов, да, конкретных Это, как и любой психолог, просто без этого никуда Это, я называю, забытая мечта детства То есть иногда очень часто при анализе детства своего Мы тоже приходим к тем, к тому предназначению, к тому пути, которое нам нужно Потому что то, чем мы занимались в детстве с любовью Это вот как раз и может нам помочь Потому что ведь тогда мы в детстве, да, все же лишены опыта, стереотипов каких-то И это именно то, что мы любим И вот у меня была женщина, она вспомнила о том, что она очень любила играть в кукольные домики И себе сначала купила большой кукольный дом деревянный А потом сама начала их производить и на этом зарабатывать деньги Ну, разве это не круто, это очень здорово Отлично, на самом деле оборачиваемся, смотрим в детство, да Потому что вот даже, опять-таки, мой личный пример Я помню, что я лечила всех и всё Начиная с кукол, заканчивая всех тех людей, которые приходили к нам в гости Я делала какие-то уколы, какие-то примочки, бинтовала Я это здорово, у меня это здорово получилось, и все подыгрывали, да И, конечно, вот это ощущение того, что я должна быть спасателем, да Там врачом, там ещё что-то Это вот первые такие шаги, да, которые, в принципе, уже в детстве я ощущала своё предназначение Я его реализую до сих пор, будучи с медицинским образованием, да Но занимаясь, например, сейчас уже в области психологии, это всё равно Помощь однозначно Это помощь однозначно, да И от этого я получаю удовольствие Я чувствую себя реализованной Поэтому вот так опять заглядываем в детство и смотрим, что там, да От чего сердце учащалось и чем хотелось наполнять свой день, да И если это ещё и продолжение твоей взрослой сознательной жизни, то, мне кажется, это вообще счастье Да Я вот вывод такой сделаю небольшой, да Самое главное в поиске своего пути, предназначения – это оставаться честным самим собой, не врать Вот сохранять вот эту аутентичность такую, именно честный разговор самим собой без масок Потому что невозможно найти своё дело, когда ты сам себя обманываешь или играешь какую-то роль там, да, в жизни Или пытаешься соответствовать чьим-то ожиданиям Да, сто процентов Это будет не твой путь, то есть ты ошибёшься на нём сто процентов То есть вот именно поиск своего предназначения – это всегда про честность И вот я как раз сейчас читаю книгу, я её ещё до конца не дочитала, но мне она очень нравится Я бы посоветовала её, наверное, всем прочитать Это, она так и называется «Аутентичность» Стивен Джозеф Очень классная книга, как раз вот про то, про искусство быть самим собой Вот, поэтому почитайте Там очень много именно, я люблю книги, в которых есть конкретные упражнения И вот там как раз конкретные упражнения Это книги-тренинги такие, да? Да, 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 поэтому вот про аутентичность, про то, как быть самим собой Про то, как снимать вот эти все шаблоны и честно с собой разговаривать Вот она об этом, поэтому рекомендую Отлично, спасибо, Настя Ещё, наверное, мы поговорим про фильмы и про книги, да? Но вот тут вот ещё такой очень важный момент Давай вот уделим этому внимание, что если вот вы сейчас как взрослый человек Если вы нашли своё предназначение, значит, вам этот путь уже ясен, понятен и вы счастливый Да, но имейте в виду, что и ваши дети имеют право на свой собственный путь На узнавание себя И будьте осторожны со всевозможными установками Вот эти все установки, там, будешь плохо учиться, станешь дворником, там, ещё что-то, ещё что-то Да, это всё прямо так сильно калечит юношеские детские души Поэтому у меня всегда просьба к взрослым, да? Смотрите, присматривайтесь к своим детям, прислушивайтесь к ним и дайте им возможность найти себя Да, я вот прямо ваши слова бы сейчас загравировала куда-нибудь и выдавала родителям в роддоме Когда только душа пришла на этот свет, да? Да, действительно, это так, потому что очень многие родители, конечно же, от любви пытаются Но это всё получается совершенно в другом потом моменте, оборачивается Я очень люблю Татьяну Черниговскую, прям обожаю И она как-то сказала о том, что любить своего ребёнка, это не значит обмазать его джемом клубничным, да? А это значит узнать его самому Принять таким, как он есть Да, и пусть он идёт в этот балет, ну пусть Но зато он будет так себя классно чувствовать, что сделает вас счастливыми однозначно Чем он пойдёт на юриста, да? И всю жизнь будет ненавидеть сначала юридическое образование в домах А потом всех людей А потом людей, да Хорошо Вот кинотерапия хорошая штука, да? Я её с удовольствием тоже рекомендую Давайте, хотите себя начинать изучать? Посмотрите вот этот фильм, почитайте вот эту книгу Что на тему предназначения можешь ты порекомендовать нашим слушателям? Если мы берём, например, фильмы, то, ну, наверное, я люблю все документальные фильмы, связанные с историей какого-то человека Великих людей, как я их называю, да? Да, прям обожаю Ну, вот типа основателя, да, допустим, или, ну, про каких-то актёров, певцов, это так интересно всегда посмотреть Политиков Политики, да, как люди пришли Ну, вот основатель, наверное, могла бы точно порекомендовать Это фильм такой, да? Да Я его не смотрела, обязательно посмотрю Это про Макдональдс Вот, очень мне нравится А дальше, вот, Коко Шанель Тоже, ну, любителя, конечно, кто любит, не любит такое, да, вообще жанры Но интересно, как женщина вообще пришла и сделала целую империю, индустрию моды Не побоялась этого И как-то Модри Тату играет Вот эту эксцентричную такую же даму с сигаретой Ну, это здорово, классный фильм Вот, Белеллиот, ещё раз посоветую Он такой добрый, и мне он очень нравится «В погоне за счастьем» с Вилл Смитом Просто суперфильм о том, как человек сделал просто сам себя И я помню фразу мою любимую, когда он говорит своему сыну Что-то, типа, никогда никому не позволяй говорить, что у тебя не получится Даже мне не позволяй это делать И сын такой, ну, ладно, хорошо Да Вот это очень круто Как раз вот про взаимоотношения ещё родителей, да, ребёнок Что он сам должен решать И каждый человек может сделать сам себя Что, а, и забыла Джой Мне ещё нравится фильм «Джой» Про женщину, которая создала империю И придумала самоотжимающуюся швабру Вот, очень классно Суть, вообще, смысл фильма о том, что любая наша бизнес-идея Она должна пройти проверку на прочность Как в жизни Жизнью, да, в мире коммерции Так и на прочность среди твоих друзей И близких, то есть там и предательство И неверие в неё и так далее Но, тем не менее, с помощью внутренних качеств Она вот смогла добиться Вот это, наверное, самые мои такие любимые фильмы Которые как раз раскрывают, вот, когда человек идёт К своему предназначению И ему наплевать вообще, что происходит Потому что, ну, в каждом из нас есть талант Просто нужно иметь возможность его увидеть Да, и взять себе это право реализоваться, да Найти своё собственное предназначение Есть у нас ещё, извините, ещё шесть минут Да, давай посмотрим, что можно почитать ещё Почитать Я очень люблю Юрия Никулина И у него же есть книга Почти серьёзно Автобиография его Про работу его клоуном, да Это просто замечательно Вот я бы посоветовала её почитать О том, что даже если Вот у него интересная мысль Про то, что даже если у тебя нет таланта Хотя это практически невозможно Да Но у тебя есть чёткое желание что-то делать То ты сто процентов обретёшь успех Потому что ты просто будешь делать, делать каждый день И даже если ты не слишком талантлив Ты всё равно с помощью опыта и жизненных каких-то практик Сценариев ты к нему придёшь Вот, это очень классная книга Именно с этим посылом Ну вот, аутентичность я уже, да, говорила Дальше я читала книгу, мне понравилась У Барбары Шер Вопреки всему Вопреки всему Да, тоже Классная книга Она вот как раз про перфекционизм Про откладывание Про то, как нас это очень сильно давит И оставляет вот где-то позади То есть о том Блокировщиках наших целей То есть как с ними справляться Она именно вот с такой женской иногда стороны подходит Ну вот, я бы посоветовала Потому что очень Мы же постоянно откладываем Вот Смотреть тоже, что у нас получается Чаще всего мы откладываем то, что Ну как бы не наше, наносное Или так или иначе нам неинтересно Это можно встретить и у детей, и у взрослых И вот тут тоже очень важно понимать А почему я самосаботирую себя? Вот как раз таки, да Значит, мы где-то выбираем не тот путь И нам надо его подкорректировать И вот как раз об этом она и говорит в книге Что любые наши действия несут какой-то смысл И если вы как раз, у вас постоянно блокируется цель Ну давайте пересмотрим То есть что-то не так Значит, надо другой найти путь Согласна Вот для меня ещё очень тоже важный такой момент Ну это как бы такой мой личный опыт, да Что действуешь ты или бездействуешь В итоге всё равно когда-то, ну так или иначе Будет какой-то результат Даже если ты бездействуешь, ты получишь определённый результат Но если ты действуешь, то там будет другой результат И вот тут тоже очень важно быть честным с собой Если ты бездействуешь, то готов ли ты вот на этот результат И устроит ли он тебя Если он тебя устраивает, то тогда ничего страшного Что ты себя саботируешь там или ты не делаешь Значит, тебе действительно это не надо И это не твоя история Согласна Ну вот, наверное, это основное Тогда я ещё, наверное, для самоанализа Для узнавания себя Но это больше будет интересен фильм Женщинам Да, сбежавшая невеста Да, тоже с Джулией Робертс Потому что важно знать, чего ты хочешь Да, и почему ты этого хочешь И тогда тебе намного проще будет Узнавая уже себя Выбирать свой собственный путь Людей, которые будут рядом с тобой Которые будут тебя вдохновлять Ну и, конечно же, ты будешь идти к своим собственным целям Вот этот фильм мне очень нравится Я его всегда рекомендую Когда человек не знает Вот как мы начали с чего Я не знаю, чего я хочу Я говорю, посмотрите сначала этот фильм Потом составьте все необходимые списки Которые, ну как бы, вот вас На что вы вдохновились И двигайтесь дальше И для прямо семейного просмотра Рекомендую мультфильм «Душа» Ой, мой любимый Да, мне кажется, что этот фильм Мультфильм должны посмотреть практически все И очень понятным языком И для детей рассказано Для чего нам Да, вот это самое предназначение жизненное Почему мы так и должны найти его Стремиться к этому Хорошо Ну вот, наверное, в завершении Да, нашей программы Что является показателем качества жизни человека Который реализуется в своем предназначении Вот прям какие-то прям такие критерии Я считаю, что это вот как раз счастье Во всех его смыслах и проявлениях Когда ты действительно и себя любишь И мир вокруг любишь И как-то радостно тебе на душе живется Это чувство удовлетворения, наверное И вот желание делать, действовать Потому что когда мы в состоянии ленивой такой Как и описательной, да, субстанции Это как раз-таки один из показателей того Что что-то идет не так Потому что если тебе не хочется вставать по утрам Делать какие-то дела, то значит, либо тебе нужно отдохнуть Либо пересмотреть, что из тебя так забирает энергию Что ты не можешь с собой справиться Поэтому вот, наверное, чувство удовлетворения, счастья И такая проактивная деятельность какая-то в течение дня То есть в любом случае это проактивность, да? Да, да Но мы помним о том, что у каждого из нас своя формула счастья Конечно Потому что, например, ощущение счастья моё Очень сильно может отличаться от вашего, да, ощущения счастья Поэтому тут тоже надо быть с собой честным И когда вы составляете вот эту формулу счастья Посмотрите, насколько там есть ваше предназначение Потому что есть реально люди, которые даже не хотят в эту сторону смотреть Да, они говорят, вот меня устраивает всё вот на таком уровне И я уже счастлив Потому что так-то есть исследование, что состояние лени Это тоже показатель счастья И некоторые мы с вами понимаем, что есть люди, которые определенного психотипа Определенного темперамента, да? И для них проактивность это вообще не про счастье и не про предназначение Да, но вот когда у тебя постоянно такое чувство, да, лень это в том плане, что ты полностью как бы разбит эмоционально И тебе не хочется вставать Вот тогда... Мы вот про эту лень, да? Да, про эту Когда не хочется ничего делать и ты не чувствуешь вкуса жизни Да, да, вкуса вот этого нет Ну что, спасибо большое Сегодня у нас получилась очень увлекательная программа В завершение желаем всем найти свое предназначение И быть счастливым И быть счастливым Спасибо, Надежда Всего доброго Это программа «Практическая психология» Сегодня с Анастасией Зимцовой, профориентатором, мы говорили о предназначении О поиске длиною в жизни всем любви, счастья и удачи До свидания Практическая психология